Привет, друзья! Сегодня у нас вот такая интересная головоломка. Смотрите, TIG плюс TIG равняется ACT. Четыре разных буквы, из них составлено у нас вот такое вот равенство. И нам нужно заменить одинаковые буквы одинаковыми цифрами. Разные буквы, соответственно, разными цифрами. Не может быть такое, чтобы одна и та же буква была одной и той же... Чтобы разные буквы были одинаковыми цифрами. Ну и, собственно, сложность этой задачи в чем? В том, что вот эта вот штука имеет не одно решение, а много. И желательно найти их все. Так что ставьте на паузу, запасайтесь ручкой, карандашом и хотя бы 5-10 минутами времени. Решайте. Ну, а мы давайте с вами посмотрим, как же тут нужно было рассуждать. Итак, я для простоты напишу... Ну, мне просто так удобнее напишу эту сумму в столбик. TIG плюс TIG равняется ACT. И вот таким образом я сразу же вижу, что T может быть только четным. То есть 2, 4, 6, 8. Сразу у меня появились варианты. Почему? Потому что тут складывается у нас K и K. То есть 2 одинаковых числа, 2 одинаковых цифры. И нам все равно. Потому что и сумма двух одинаковых нечетных чисел дает нам четное, и сумма двух одинаковых четных чисел тоже нам дает четное число. Теперь давайте вот из всего этого, чтобы не перебирать, поймем, что восьмерка и шестерка нам на самом деле не подходят. Почему? Потому что если мы поставим сюда шестерки или восьмерки, то мы поймем, что у нас должно получиться четырехзначное число. А у нас оно трехзначное. Поэтому остается всего два варианта. T это либо двойка, либо четверка. Ну давайте рассматривать первый вариант с двоечкой. Давайте прям так и напишем. T и K. 2, 2, 2, A, K, плюсик равняется A, K и двоечка. Так. Так. Что у нас тут будет? Вот в этом случае у нас K может быть либо, либо единичкой. Так. Пишу K, равно либо единичке, либо шестерочке. Сейчас разберем это все. Ну и сразу запишу другой вариант. 2, A, и 6, плюс 2, A, 6 равняется A, 6, 2. С единичкой все понятно. 1, плюс 1 равняется 2. Шестерочкой же. 6, плюс 6 равняется 12. И вот тут мы не забываем про единичку в уме. Потому что часто про нее забывают. Ну давайте вернемся к вот этому варианту. Когда у нас K равняется единичке. Тогда 2, 1, плюс 2, A, 1 равняется A, 1, 2. Значит, A у нас может быть либо четверкой, либо пятеркой. Ну давайте проверим. Просто проверим четверку. Если у нас четверочка, то тут у нас 1, плюс 1, 2. А тут, чтобы получить единичку, нам нужно, чтобы I было равно скольки? 7, да? Потому что 7, плюс 4 будет 11. Но тогда тут у нас будет 1 в уме. И 2, плюс 2, да еще 1, должно быть 5. А у нас тут 4. Поэтому четверочка нам не подходит. Ну и давайте проверять пятерку. Пятерку проверяем. Тогда тут 1, плюс 1, 2. Чтобы получилась единичка, нам нужно, чтобы I было шестеркой. Так, 6, плюс 5, это 11. 1 пишем, да, 1 в уме. Итого 1, плюс 2, плюс 2 равняется 5. Все, это вот отлично у нас выполняется. Значит, первое решение, это 261, плюс 251 равняется 512. Давайте теперь со вторым вариантом. Все, это мы разобрали. Теперь разбираем вот этот вариант. К равняется шестерке. Тогда 2 и 6, плюс 2А6 равняется А6, 2. И тут у нас варианты какие? А может быть четверкой. Тогда I у нас равняется единичкой. Давайте подставим. А у нас равняется четверке. Тогда I равняется единичке. В самом деле 6 плюс 6, 12. 1 в уме. Получаем 4, плюс 1, плюс 1, 6. Так, и 2 плюс 2, это 4. И в самом деле тут все получается шикарно сразу, да? 216 плюс 246 равняется 462. Но какие еще здесь могли быть варианты? Вариант еще мог быть, что A равняется 5, а I тогда равняется скольки? Ну вот давайте посмотрим. Если A у нас равняется 5, тогда... Это у нас I. Тут пока нет ничего. 5, да плюс 1 уже 6. Так? Тогда I у нас должно быть либо 0, либо 10. Если 0, тогда тут должна быть четверка. Так? И тогда вот тут должно быть 4, да? А не 5. Не подходит. Либо I равно быть десяткой должно быть. Тогда тут получается пятерка. Но I не может быть десяткой, потому что I должно быть однозначным числом, то есть цифрой. 0, 10. Это все нам не подходит. И значит A пятерка тоже не подходит. Значит все. С этими вариантами разобрались. Теперь давайте рассматривать варианты с... Вот с двоечкой рассмотрели. Это рассмотрели. T равняется четверка. Давайте сотрем это все и запишем еще раз. T равняется 4. 4, 4 и K. A, K, это плюсик. A, K, 4. Тогда K чему у нас может быть равно? K у нас может быть либо двойкой, либо семеркой. Давайте сразу запишем. 4 и 2 плюс 4, A, 2 равняется A, 2, 4. Либо семерочкой. 4 и 7 плюс 4, A, 7 равняется A, 7, 4. Ну, давайте вернемся к нашему вот этому варианту. Если K двоечка, то... Смотрите, 2 плюс 2, 4. А тут у нас... A не может быть равно 8. По идее тут 4 плюс 4. Хорошо было бы, если бы A было 8. Но давайте проверим, что у нас будет. Если у нас A будет восьмерочкой, тогда... Тут у нас что будет? 8. Так, а A тогда будет четверкой должно быть, да? Ну, во-первых, четверка не может быть, потому что четверка уже занята. А во-вторых, тогда тут получится не 8, а 9. То есть A не может быть восьмеркой. Тогда давайте посмотрим, что будет, если A будет равно девятке. Если A равно девятке, тогда... Тогда 2 плюс 2, 4. Как нам получить двоечку? Значит, A должно быть равно 3. И должно быть равно 3. Тогда 3 плюс 9 это 12. 2 пишем 1 в уме, и получается 4 плюс 4 плюс 1 равно 9. Шикарно. То есть, вот это тоже у нас выполняется. Получили третий вариант ответа. 432 плюс 492 равняется 924. Ну и теперь давайте разберем вариант SKA равной семерке. Получаем, значит, вот такую вот сумму. И смотрим опять. А у нас опять не может быть равной восьмерке. Почему? Ну, все по той же причине. Потому что если мы сейчас сюда подставим восьмерочку, да, то что будет? Значит, тут у нас должна быть девяточка. Так, 9 плюс 8 это будет как раз 17. Но тут у нас будет один в уме, и тут у нас должна быть девятка, а не восьмерка. Что, ну, в общем-то, не так у нас. Значит, опять у нас A не может быть восьмеркой. Ну и давайте рассмотрим A девятку. А если A девятка, тогда что получается? Тогда A должно быть семеркой. Правильно? Потому что 7 плюс 7 это у нас 14. Тут у нас один в уме. 1 плюс 9, да, плюс 7. Так. И опять у нас получается 17. Но смотрите. A у нас не может быть семеркой. Потому что семерка у нас уже является K. А разные буквы не могут обозначать одинаковые цифры, значит. И по идее бы все получилось, да. Но I не может быть семеркой, потому что уже семерка является буква K. Ну и, собственно, этот вариант, значит, у нас не удается. И мы получаем всего три варианта ответа в этой задаче. Если я вдруг что-то где-то напортачиваю и не учел какой-то вариант, обязательно напишите об этом в комментах. Ну и не забываем ставить лайк, подписываться на канал, на мой телеграм в описании к этому видео. И пока до новых интересных задач, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok